Я знаю, что этот Дух Господа пробуждает. Поэтому я сегодня буду говорить опять о таком состоянии, как хотелось бы нас всех туда привести. Это то, чего желает Бог. Хочет нас знать и хочет, чтобы мы знали Его. И я вам скажу, что есть заочное знакомство и знание Бога, а есть воочие знания, близкие отношения. И я не перестану призывать вас в эти близкие отношения. Что бы я ни говорила, какую бы проповедь ни говорила, буду возвращаться к этому. Потому что это воля Его. Вот посмотрите, как он интересен. Однажды Бог через, не через Моисея даже, а к Моисею и к Мариам и к Арону обратился. Когда Мариам и Арон подумали, что они же пророчествующие сосуды, и все-таки величина такая была в то время. И решили, что даже могут делать замечания Моисея уже. И сказал интересную вещь Господь. Почему я хочу, чтобы вы обратили внимание, особенно на то, что говорит Господь, это Его мнение. И Он сказал, слушайте слова Мои. Если бывает у вас пророк Господен, он не сказал, не пророк, пророк Господен, то я открываюсь Ему в видении. Во сне говорю с Ним. Говорит Бог, вы слушайте только, что Он говорит. Открывается в видении, в сновидении. Говорит. Но не так. С рабом Моим Моисеем. Он верен во всем Дому Моему. Устами к устам говорю я с Ним. Явно. Я говорю с Ним face to face, даже plainly. И не в твердых словах. И образ Господа Он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба Моего Моисея и, воспламенившись в гнев Господа на них, и Он отошел. Я хочу обратить наше внимание, особенно на то, что Сам Бог сказал. О двух разных отношениях с Богом. Я вам объясню, что есть такое понятие заочное знакомство. Вы знаете, вот если кто-нибудь из вас станет рассказывать мне о своем близком человеке, который живет за границей, и этому человеку будет рассказывать обо мне, мы заочно будем знать друг друга, правда? Я буду многие вещи знать, потому что мне рассказывают об этом человеке. Этот человек будет знать обо мне очень многие вещи, потому что ему рассказывают обо мне. Но это заочное знакомство. Мы так ни разу и не встретились, так ни разу и не говорили вместе, не видели глаза друг друга, а заочно знаем. Это называется заочное знакомство. Это отношения неличные. Вы знаете, к сожалению, многие христиане на этом останавливаются, имеют заочные отношения с Богом. Даже с Иисусом Христовым имеют такие отношения, уж я не говорю про Отца. Если мы окунемся с вами в Ветхий Завет и посмотрим с Ветхого Завета, было ли такое? То мы можем увидеть, да, было. Всегда было. Весь народ Божий так и жил. Они знали Бога заочно. Они знали Его, что Он есть. Они верили в Бога. Они даже, когда появился Моисей, слушали Моисея. Но Моисей после личного контакта с Богом на горе уже знал Его лично. Понимаете? Лично. А они знали, что Бог есть. И верили в Бога. Но вы посмотрите на Моисея. Всегда ли он знал Его лично? Моисей тоже знал сначала Бога. Срочно. Когда Он был малюсенький, еще и вы знаете, что Его отдали в семью фараона. И даже воспитывал Его фараон. И дочь фараона совершенно не то воспитание получал. Но мать Его кормила. Мама была кормилицей. И мама вкладывала в Него это знание. Оттуда Он знал, от какого Он народа. Несмотря на то, что вырос Он в Египте. И в царской семье Египта. Он знал, что Он еврей. Что это Его народ. И Он знал, что есть Бог. Понимаете? Знал все это. Опять-таки, даже все это зная, Он знал Его заочно. Как и все остальные, Он не знал Его лично. Но лично Он с Ним встретился, когда Ему было 80 лет. И вот с этой встречи все изменилось. Моисей стал жить для Бога. Правда? Вся его жизнь уже была посвящена Богу. Он все, что имел, оставил и пошел, как повел его Бог, устами к устам. И тот израильский народ, который пошел за Моисеем, они годами верили. Они годами ждали, что однажды Бог их выведет. Представляете, как знали, верили. И мы знаем, что жили среди них пророки. А Аарон и Мариам, они пророчествовали. Но несмотря на это, и Аарон и Мариам знали только заочно. Они пророчествовали, они были сосудами пророческими. О чем это говорит? Они имели дар. От какого духа? От Божьего духа. Вы представляете, имели дар Божьего духа, пророчествовали. А Бога знали заочно. Бог сам сказал об этом. Бог говорит, не так. Не так. Они, да, пророчествуют, но не так. У них было больше веры. У них было больше знаний. Мы с вами знаем, что делал Аарон даже. Он сколько раз брал жезл и делал то, что Моисея ему говорил делать. Простири жезл. И Аарон простирал жезл. Чей жезл? Моисея. Чьей верой? Моисея. Почему? Потому что Моисею Бог открыл, да? Вот как сказал сам Бог. Я коротко скажу. Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне. Говорю с ним. Но не так. С рабом моим, Моисеем. Не так с рабом моим, Моисеем. Мы знаем Иисуса Навина, мы знаем Халева. Когда они ходили тоже вместе по пустыне с Моисеем, очень хорошо отзывался о них Господь. И про Халева сказал. Число 14 глава. Я прочитаю вам 23-24 стих. Но раба моего Халева за то, что в нем был иной дух. И он совершенно повиновался мне в виду в землю обитованную. Тех не в виду. А вот его в виду. У него был другой дух. Какой другой дух? Да, у него был другой дух. Его личный. Но дух открытый Господу. Поэтому он совершенно повиновался, что он получал отдельно откровение. Он повинался тому, что говорил Моисей. Он не знал все равно Бога, так как знал Моисей. То есть не знал лицом к лицу. Даже 70 старейшин, которых Бог сказал, избери Моисей 70 старейшин. И что он сказал? Я возьму от Духа Твоего, дам им. Для того, чтобы они помогали судить народ Божий. Это очень опасно, судить народ Божий. Нужно было получить Дух, Божий Дух. Но от помазания Моисея, Бог сказал, даже ни оттуда, ни с неба. Я хочу прочитать вам это место. Числа 11, 16, 17. И сказал Господь Моисею, собери мне 70 мужей и старейшин Израилевых, которых ты знаешь. Что они старейшины и надзиратели его. И возьми их, скини собрание, чтобы они стали там с тобою. Я сойду и буду говорить там с тобою. И возьму от Духа, который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобой бремя народа, а не один ты носил. На них был уже Дух Божий от Моисея. Взятый от Моисея. Они уже имели внутри себя какое-то знание, скажите, что нет. И это знание было духовным, но они не знали Бога лично, так как Моисея. Как сам Бог сказал, не так, как с рабом Моисеем. Понимаете, есть разница. И все, что совершалось, и все, что делалось через Того, Который знал Бога лично. Вот хотелось бы нам понять, что у нас могут быть другие отношения. Мы можем с вами увидеть, что можно пророчествовать, видеть сновидение, слышать внутри себя голос, который будет тебя вести. Это будет Дух Божий. И при этом услышать, что не так. Устами к устам я с тобой не говорю. Ты знаешь меня заочно. Сегодня мы живем в Новом Завете. Сегодня мы живем в такой благодати, что грех Ее не воспользоваться. Если это был Ветхий Завет, когда не могли сами получить, что хотят, войти туда за завесу, то сегодня завеса разорвана. Через Иисуса Христа завеса разорвана. Святой, святых, открыта для нас. Кто туда не заходит, виновен. Сам не хочет. Бог дал, Бог сделал все для этого. Даже оставил нам в кровь завета, с которой можно войти в святое святы. Мы же знаем, что без крови туда зайти было нельзя. У нас есть кровь завета. Все, что зависит от человека, зайди. Зайди. Возьми, зайди. Если хочешь иметь личные отношения с Богом. Они заочные. Если тебя устраивают заочные отношения, сиди. А если хочешь говорить устами к устам, зайди за завесу. Уже тогда не во снах только лишь. Не только лишь будешь говорить и видеть видение, но будешь знать его лично. Встречи будут личные, понимаете? Но большинство не выбирает это. Удовлетворяется дарами. Радуется, развлекается, можно сказать, духовно, но дарами. Как получили какие-то дары. Уже считают, что это близость с Богом. Уже все, я Бог опознал, и Бог со мной говорит. Вы знаете, что это сердце ваше с вами говорит. Это сердце говорит. Бог вкладывает в сердце и говорит сердце. И человек очень часто говорит, Бог со мной разговаривает. Бог мне сказал. Сердце твое тебе сказал. Бог через сердце тебе сказал. Но устами к устам, вы еще, значит, не знаете, что такое. Это реальные отношения. Эти отношения испытал Моисей. Эти отношения испытал Павел. Эти отношения испытали все апостолы. Они говорили лицом к лицу с Господом. Если не имеешь малейшего представления, что такое говорить устами к устам, ты будешь это принимать за реальность. Но Павел тоже пытался донести до народа. Мои дорогие, есть лучшие отношения. Как он говорил, есть превосходнейшие. Ревнуйте о дарах духовном, и я покажу вам путь превосходнейший. Да куда еще превосходнейший? У меня уже есть дар исцеления, у меня есть дар говорения на языках. Я вижу ледение, хватит, Бог со мной. Мои дорогие, Павел даже сказал, я покажу путь превосходнейший. А что за путь превосходнейший? Это уста к устам. Это личное отношение. Это когда ты заходишь за завесу, где Бог живой является, образ, как он мой видит. Не просто видение, это разные вещи, видеть видение или видеть образ его перед лицом своим. И вот Павел описывает, что можно иметь дары Духа Святого. Но если при этом не искать близких отношений с Богом, то все, что ты имеешь, для тебя будет ничто однажды. Почему? Давайте посмотрим. Он описывает как бы когда говорит о любви. Первое Коринфлян 13, 1, 3. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею я медь звенящая или кимбал звучащая. Если имею дар пророчества и знаю все тайны и имею всякое познание и всю веру так, что могу горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое, отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Многим это не понимается. Ну как это возможно? Если получил дар и духа, значит он любил? Заочно. Любил заочно. Понимаете? Это не те отношения. Не те. Все может и переставлять дары Бог дает. Но дары это начало. Это начало духовной жизни. Это не конец, получил дар и все, и ой, я получил дар. Любовь она влечет. Если вы правильно понимаете это место, что Павел хотел сказать? Он во многих своих посланиях объяснял, что он хотел этим сказать. Он очень много имел и по плоти, и по духу, но никогда не почитал, что он всего уже достиг. Почему? Потому что он знал, что такое любить Господа. И как его эта любовь манила и тянула к себе. Я прочитаю вам еще вот такое интересное, оно длинненькое немножко место, но я хочу, чтобы вы услышали. Филиппийцам 3, 4, 12. Здесь говорится так. Хотя я могу надеяться на плоть, то есть еврей по плоти, если кто другой думает надеяться на плоть, то более я. Обрезанный восьмой день из рода Израилева, колено Вениаминова, еврей от еврея, по учению фарисеев, по ревности гонитель Церкви Божьей, по правде законной непорочной, но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел щитой, то есть ничем. Но он говорит не только об этом, он говорит, да и все почитают щитой ради превосходства. преимуществом превосходства превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для него я от всего отказался и все почитаю за сор для чего? Чтобы приобрести Христа и найтись в Нем и не своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его. Слово познать это очень интересное слово. Это очень глубокое слово. Оно имеет очень глубокий смысл. Не узнать Его, не узнать о Нем, а познать. Это интимные отношения. Это очень близкие отношения, какие могут иметь только муж и жена. то есть самые открытые отношения, какие могут быть, когда тебя познают совершенно. И Он говорит, вот так хочу познать Христа. Это и есть уста к устам, лицо к лицу, душа к душе, дух к духу. Понимаете? И Он говорит, чтобы познать Его, и силу воскресения и участия в страданиях Его. Все хочу познать. Когда ты любишь, ты хочешь познать полностью все. Его мысли, Его желания, все. Сообразуясь смерть Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь. Не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус? Что для Павла было главным? Найтись в Господе. Найтись внутри Него. Познать Его. Так познать, как Он был познан. Все остальное Он считал щитой. Как Он и сказал, все ничто. Даже если я буду обладать всеми дарами, это ничто по сравнению с Личностью, которая дает дары. Понимаете? Это ничто. Оно прекрасно, оно изумительно, но главное это тот, который дает. Именно отношения с Личностью больше всего должны быть дорогими. И Павел желал получить именно их. Он хотел познать Господа. Желал получить силу воскресения. Желал приобрести Христа внутри себя и во Христе. Вот это есть в себе и в Нем. Как и Бог сказал, Я в Отце, Отец во Мне. Вот какое единство. Понимаете? Не просто посещение, а уже в тебе и ты в Нем. Это уже единство, которое не разделится. Что значит приобрести Христа? Я вам скажу, что многие из нас, почти все мы, желаем приобрести дары духовные. То есть мы ищем подарки. подарки. А Того, Который дает подарки, любим ли? Ищем ли Его, даже если не получим подарки? Любим ли Его? Те, которые желают подарки получать, даже если это в мире? И больше радуются подаркам, и не важно тот, который дает подарки, главное, чтобы подарки были. Любит ли Он Того, Который дает подарки? Или Ему больше всего нравятся подарки? Понимаете, что мы больше любим? Подарки? То, что Он дает? Личную жизнь, спасение, радость, мир, охрану, или мы любим Его? Каждый, посмотри в свое сердечко, даже в миру удовлетворяются некоторые только подарками. Но если ты любишь Его, то ты не будешь смотреть далее, не далее, как говорит и Павел, все ничто, нет, не все ничто, Он, для меня Он главный. Если с Господом имеешь отношение, все остальное прикладывается. но если Господь любит, то есть если человек любит по-настоящему Господа, то тогда дары Духа Святого просто приложение, но Он продолжает радоваться и наслаждаться Господом, имея дары. Но когда человек начинает наслаждаться дарами, уже забыл про Господа, главное дары получил, любил ли Он Его. Вы знаете, как мне больно иногда видеть, что люди получают дары и уже забывают о том, что на коленях надо стоять. Продолжать, как ничего не получил, искать Его, искать Свощи встречи, как шел, бежать, как бежал, ползти, как полз, потому что Его приобрести надо, а не оставаться на заочных отношениях, но иметь дары. Это характеризует человека, любит ли он. Когда он радуется дарам, но не лично, а он его никогда не любил. Он не познал любви, он не знает, что такое любовь. Вот почему и говорится, что можно иметь все дары. а любви не иметь. И все это ничто. Понимаете? Как Бог проверяет, даст и смотрит. Ну, оказывается, ты меня дорогой и не любил. Посмотри, как ты сейчас ликуешь и радуешься и забыл про меня. Ты забыл про тайную комнату, а если заходишь в тайную комнату, то только хочешь еще воспользоваться чем-то. А ты зайди туда для ничего. Просто поклоняться. Просто говорить ему о любви. Зайди туда, потрать время, возьми пост. Просто говорить ему «люблю». Я пощусь просто для того, чтобы говорить тебе, что я тебя люблю. Это моя нужда. Нету другой. Вот это любовь, которая ищет его лично. если тебя не удовлетворит ничего, кроме отношений близких с ним, значит, ты действительно его любил. Любил самого Господа. Вот что является совершенством любви, когда эта любовь доходит до совершенства и совокупляется с ним. И Павел говорит «оставляй все». оставляю все ради чего? Ради него, чтобы найтись в нем и с Ним и его найти. Мы все нашли вроде как, правда? Все нашли. А кто нашел по-настоящему? А кто по-настоящему нашел? Иисус говорил ученикам своим, что если кто не оставит все, не может пойти за ним, просто не может, это остальное все будет тянуть. И то, что мы видим сегодня, плачевное состояние многих церквей, многих христиан, потому что мало кто ищет именно отношений. Мало кто отвергается себя. В основном радуются дарам, удовлетворяются дарами, увлекаются откровениями, пророчествами и вообще сходят. сходят с того пути, которым вроде держались, чтобы шли к Нему. Многие, кто получили дары, почитали себя достигшими. Павел говорит, я не почитаю себя достигшими. А почему? Потому что он еще не достиг того, о чем мечтает. О чем мечтает влюбленный? Да о том, чтобы эта близость никогда не кончалась. Правильно, на этой земле такое невозможно, но ты мечтаешь. И ты все будешь почитать ничто и будешь все время стремиться к тому, чтобы эта близость никогда не кончалась. Но у некоторых она никогда не начиналась. Вот печально. Итак, что называется близость? И что называется заочным знакомством с Господом? Разве нас может это удовлетворить? Заочное знакомство? Подумайте. Подумайте, мои дорогие, Бог призывает нас к близости. Слышать пророчества, видеть видения. Это не называется близость. Когда в сердце слышишь Господа, Дух Божий слышишь, свой Дух слышишь. И это не называется близостью. Так сказал сам Господь. Как Он сказал? Прочту еще раз, чтобы хорошо запомнили. Если бывает у вас Пророк Господин, бывает, бывает, то я открываюсь ему видений, сновидений, говорю с ним. запомните вот эти слова, но не так. Но не так. Хочу, чтобы оно врезалось в ваши уши. Но не так с рабом, Моисей. Он верен по всем дому Моисею. Устами к устам говорю я с ним явно. явно негодательно. И образ Господа он видит. Понимаете? Что важно? К чему мы должны стремиться? Вот к этому. Открываюсь ему не в видении. Это прекрасно. Пусть открывается. Я не за это. Стремитесь к большему. Потому что все это не так. Не так, как может Бог. Не так, как Он хотел бы. Вы знаете, чего Он хотел бы? Он говорит, стою у двери и стучу. Кто отворит? К тому войду, чтобы что сделать? В вечерю совершить сны. Войдем м. Не один войдет. Значит, Отец Дух Святой и Господь войдет вовнутрь. А что такое вечеря? Вот придет ко мне тот, с кем я дружу. Я кофе налью. Пока пащусь, пирожного не будет, а когда не пащусь, пирожное положу. Это будет вечеря, мы будем сидеть и говорить о том, что у меня на сердце, о том, что у человека на сердце. Вечеря близкое отношение в таком состоянии друзья. И Господь говорит, стучусь в наши дверки, сердце. Кто откроет, кто? Чтобы я вошел и вечерю совершил. Не мы стучим к Нему. И не та картиночка, которая показывает, что Иисус стучится, чтобы открыли, чтобы спасение получили. Нет. Это не о спасении речи. Он говорит, вечерю совершил. Это близкие отношения хочет иметь с нами Бог в любви. Открывать свое сердце, раскрывать свои тайны, говорить о своих намерениях и послушать тебя, и послушать тебя, что бы ты на это сказал. Вы знаете, Бог умеет выслушать и даже задать вопрос, а что бы ты на это сказал? А ты бы хотел? Я это испытал. Я это знаю, как Он может читаться с человеческим мнением. Ой, какой у нас удивительный Бог. Какой удивительный Бог. Но иметь эти отношения, близкие лицом к лицу, устак устал, или не иметь их решать каждому. Никто никого не насилует. Все зависит от вас, от вашего выбора. Насколько вы Его любите. Настолько вы двигаетесь. Ну, естественно, столько вы достигнете. Я хочу сказать к тем, особенно которые обладают уже какими-то дарами, разберитесь. В себе разберитесь, чем вы дорожите. Дорожите дарами, или все-таки вам нужен Господь, или все-таки вы чувствуете «Да, спасибо!» Я счастлив, что ты дал мне этот дар. Но у меня печаль, потому что я ищу тебя, и еще не нашел той близости. Вы знаете, я видела в своей жизни, слава Богу, уже прожила немало, могу смело это сказать. Многих, которые прошли через мою жизнь, но не задержались. Они имели дары Духа Божьей, но они у них угасли. Почему? Потому что не имели личных отношений с Богом. Никогда. Это печальная картина. Поэтому я хочу вас всех призвать личные отношения иметь. личные отношения время у нас такое интересное, когда Бог стучит в каждое сердце сейчас, в каждый дом, потому что хочет личных отношений. Он не призывает вас к спасению, вы все спасены, но Он хочет настолько иметь личные отношения с вами, и хочет, чтобы вы настолько личные отношения имели с Ним, чтобы вы могли многих привести. спасение. Понимаете? Не по наслышке, не по прочитанному, не потому, как вы слышали, кто-то проповедовал, а потому, что Дух Божий говорит лично к вам. И образ Его вы видите. Вы понимаете? И не просто Он говорит, Он разговаривает. Он вам, вы Ему, Он вам, вы Ему. И вас на это благословляет. Мои дорогие, услышьте сегодняшнее слово. Услышьте. Давайте помолимся с вами. Давайте помолимся. субтитры 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 субтитры